Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про еще одно Wi-Fi реле для умного дома, которое называется Sonoff Mini. На сегодняшний день это самое миниатюрное реле, которое побывало у меня в руках. И при этом, кроме логического управления, это реле может управляться при помощи механического выключателя и без всяких там бубнов с паяльником и перепрошивками полностью интегрироваться в Home Assistant. Интересно? Поехали! Sonoff Mini представитель новой линейки управляемых устройств. Кроме стандартных возможностей, таких как работа через приложение, отложенное включение и выключение, голосовой контроль, это устройство поддерживает DIY режим. Перевод в него осуществляется без необходимости перепрошивки и поддерживает локальное управление при помощи REST Command. Работает реле с нагрузками до 10 А, управляется по Wi-Fi 2.4 ГГц и имеет размер всего 42 на 20 мм, что позволяет монтировать его в любые подрозетники, тем более, что стабильность соединения поддерживает внешняя антенна. Поставляется реле в коробочке цвета морской волны, характерная для всех гаджетов новой линейки. Справа вверху имеется логотип DIY. Для того, чтобы лучше понимать миниатюрность этого реле, вот его сравнение со спичечным коробком. И это не то, чтобы какой-нибудь специальный гигантский коробок. Самые обычные стандартные спички, реле реально очень маленькое. В коробке, кроме реле Sonoff Mini, имеется еще инструкция, рекламный буклет и зип-кулек с крохотным джемпером. Джемпер или перемычка, это маленькая черная козюлька вверху, предназначена для замыкания контактов и перевода реле в DIY режим. Инструкция на шести языках, в том числе и на русском. В ней есть схемы подключения реле и некоторые полезные заметки. Например, что реле не работает со взвратными выключателями, или что провод антенны находится под напряжением. Реле имеет полностью квадратную форму, с длиной сторон чуть более 4 и толщиной в 2 см. На одной из сторон находится контактная колодка. На верхней части находится единственная кнопка для синхронизации ручного управления. Реле оснащено внешней антенной для стабильности соединения при внутреннем монтаже. Еще одно сравнение с казавшимся раньше небольшим реле Sonoff Basic, последняя версия с DIY. Ссылка на его обзор в описании под видео. Реле разбирается легко, корпус состоит из двух половинок и крепится при помощи защелок. Если считать в сторону с контактной колодкой нижней, то справа находится кнопка, контакты для режима DIY и антенна. Слева силовая часть, трансформатор, электроэлитические конденсаторы, резисторы. Напряжение понижается и выпрямляется для питания электронной части реле. Нижняя сторона. Силовые дорожки хорошо пропаяны, следов флюса на плате нет. Нулевые контакты замкнуты между собой. С точки зрения монтажа, наличие двух контактов для нуля очень удобно. Там же находится и сердце устройства. Микроконтроллер ESP8285. Маркировка не очень хорошо видна и похожа на 8205. Силовой частью ведает реле Golden GN1A5LT на 16 А до 250 Вольт. Так что тут имеется солидный запас по мощности. После подключения питания реле переходит в режим сопряжения. Два коротких и один длинный импульс светодиода. Телефон нужно перевести на сеть 2,4 ГГц. Запустить приложение Evalink и нажать на добавление устройства. Если реле не находится в течении 3 минут, то нужно нажать и подержать 5 секунд его кнопку, пока диод снова не начнет моргать в режиме 2 коротких, 1 длинный. После обнаружения и регистрации устройства, что занимает пару минут, остается только дать ему имя и реле готово к работе. После входа в плагин реле проверяется и предлагается обновиться прошивка. Настоятельно рекомендую это сделать. Чем новее прошивка, тем больше допиливают DIY режим. На момент публикации это 3.3.0. Плагин имеет стандартные для таких устройств функции. В центре кнопка включения и выключения. Внизу дополнительные опции, такие как предоставление доступа к реле с другого аккаунта. Расписание включения или выключения. Два варианта таймера, обычный и циклический, которые тоже могут включать и выключать устройство. Справа вверху меню настроек. В меню настройки из интересного есть опция длительность, в которой можно задать интервал от полусекунды до часа. Когда реле включается в этом режиме, оно автоматически отключится через этот интервал. Как это работает на примере 3 секунд чуть далее. Реле может работать в двух режимах, облачном и LAN. LAN не зависит от облаков, но работает только когда смартфон в той же сети, что и реле. Но и облачный режим весьма быстрый. Есть две схемы включения реле. Стандартный, когда реле управляется только логически. Бортовая кнопка не в счет. И когда к контактам S1 и S2 подключается физический выключатель. Возвратные выключатели не работают. Возможно включение двух выключателей по проходной схеме. Это позволит использовать параллельно с логикой и классический вариант управления, не зависящий от наличия интернета или Wi-Fi. У выключателя нет положения включено или выключено. Он меняет состояние на противоположном. Статус приложения меняется почти моментально, причем это облачный режим работы. При активации режима длительность, вне зависимости от способа включения, реле отключится через заданный интервал. Это пригодится, например, для управления воротами, кранами или замками. Для активации режима DIY нужно установить комплектную перемычку на контакты внутри реле. Управление из родного приложения при этом потеряется. Очень подробно про этот режим я рассказывал в обзоре Sonoff Basic, ссылка в описании под видео, поэтому тут буду более краток. Нужно активировать на смартфоне точку доступа с названием Sonoff DIY и паролем 2017-06-18-SN. Реле автоматически подключится к ней. На гитхаб странице проекта Sonoff DIY, ссылка также в описании, качаем консоль управления с логированием, файлик с названием Log в конце. Далее компьютер переключаем в ту же самую сеть Sonoff DIY. И запускаем программу, которая тут же находит реле. Она позволяет включать и выключать реле, задавать режимы при включении. Все заданные параметры видны в окне получения информации и статусы текущей настройки. При помощи полученных IP-адреса и ID номера устройства, которое удобно скопировать из окна логирования, можно управлять устройством напрямую при помощи REST команд. Подробнее об этом также в обзоре Sonoff Basic, а я перейду к интеграции в Home Assistant. Естественно, что для начала нужно перевести реле в основную Wi-Fi сеть. Это можно сделать и REST командой, но проще и быстрее все тем же приложением, через меню Change SSID Password, справа внизу. Задаем имя и пароль сети, применяем полученные параметры, и реле теперь соединяется с домашней сетью и становится доступным для управления Home Assistant. ID устройства остается неизменным, а IP-адрес меняется уже на тот, что выдает роутер. В Home Assistant, конечно, можно использовать все те же REST команды, как я рассказывал в обзоре Sonoff Basic. Но добрые люди, на что я очень надеялся, сделали отдельный компонент для управления устройствами Sonoff. Ссылка также в описании под видео. Как это работает? Качаем архив с GitHub, распаковываем его, и записываем его содержимое в папку Custom Components. Вот так оно должно выглядеть. После этого нужно перегрузить в Home Assistant так, чтобы система знала о новом компоненте. Далее, согласно примеру на GitHub, прописываем новый свитч, используя платформу Sonoff Land Mode R3. При этом нужен только ID устройства. Строка, содержащая IP-ключ для устройств в DIY-режиме, не надо. Нет необходимости прописывать статический адрес. После перезагрузки новый выключатель появляется в системе, он полностью функциональный и имеет обратную связь. Естественно, что возможность управлять реле при помощи внешнего выключателя остается. Я считаю, что у Sonoff получился очень удачный продукт. За весьма скромную бюджетную цену он позволяет автоматизировать управление различными нагрузками, при этом полностью сохраняя классическую схему управления физическим выключателем. А для поклонников системы управления Home Assistant имеется легкий путь полной интеграции этого реле в систему без необходимости паять что-нибудь или перепрошивать. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!